Видите, ювенальную юстицию вводят все те же, как сейчас принято выражаться, силы, не называя конкретно, ни людей, ни органы, ни организации, все те же силы, которые сейчас управляют средствами массовой информации, и задача которых, судя по всему, в развращении людей и убийстве их духа. Потому что ювенальная юстиция, в конечном счёте, она же совсем заинтересована не в том, чтобы детей спасать. Об этом и речи нет. Где же лучше ребёнку жить, как не в семье? Где он может получить только воспитание, как не у родителей? Это совершенно же очевидные вещи. Она направлена совсем на что-то другое, на то, о чём предупредил Господь ещё в Евангелии две тысячи лет тому назад, о чём предупредил, и что тогда звучало, как какой-то абсурд. Потому что он сказал такую вещь – «И восстанут дети на родителей и убьют их». Это абсурдно звучало. Теперь же посмотрите на те средства, с помощью которых пытаются, так сказать, эти органы, или это юстиция воспитывать детей. Ребёнок должен доносить на родителей, должен рассказать там врачам, учителям и кому-то, милиции, что вот папа меня шлёпнул, мама мне не дала конфетку, папа мне не дал столько карманных денег, сколько даёт другим, мама меня обругала и так далее. Дети начинают и приходят в органы, и, что называется, сначала на заметку ставят родителей, а потом уже предупреждают. Или вы будете относиться по-человечески к детям, или дети чувствуют свою власть. Не имея ещё разума, потому что ещё возраст совсем не тот, не имея разума, она начинает командовать родителями. И родители понимают, что если они не будут исполнять, то начнётся, может быть, с каких-то штрафов, а затем вообще в тюрьму даже посадят, если что-то такое найдут, ну, с их точки зрения, с точки зрения этих омбунсменов, да, какие-то действия, противоречащие их пониманию отношений к ребёнку. Вы видите, что самое страшное? Детей делают врагами родителей. Я не знаю, что худшего ещё можно представить. О каком воспитании детей может быть речь? А когда их отбирают? В какие семьи их только ставят? Или в какие учреждения? Они что там, с чужими людьми получат лучшее, получат любовь? На Западе очень нередко, когда этих детей изымают и отдают этим в так называемые семьи однополые, где происходит ещё большее, не большее, а вообще развращение, развращение этих детей. То есть, я не хочу говорить о многих вещах, которые сопряжены с ювенальной юстицией, о ней уже сейчас очень много говорят, но основная идея и направленность её видна. Она носит в себе, по существу, антихристианский характер. Она делает врагами родителей и детей. Она разрушает возможность христианского, и не только христианского, а просто вообще нравственного воспитания детей, просто нравственного. Потому что без наказания ребёнка, без наказания, его невозможно воспитать. Это знает вся история человечества. Всегда это было, и вдруг в 21-м, 20-м, 21-м веке открыли, оказывается, никак нельзя никаких мер принимать к ребёнку. Это что такое? Это улыбка дьявола. Другим словом, это не саркастическая улыбка. Вот вам, пожалуйста. Конечно, это приведёт к самым отрицательным явлениям. И в частности, когда эта юстиция предполагает, что несовершеннолетним надо считать человека до 18 лет, то можно себе представить, что эти уже взрослые ребята, взрослые ребята, что они будут делать, когда знают, что если не безнаказанно, то почти безнаказанно, они могут сделать то, за что взрослых отправляют на многие годы в тюрьму. То есть этим разрушается семья, разрушается нравственность и воспитание детей, разрушается общественная атмосфера жизни, ибо преступность будет возрастать. Теперь эти чиновники, особенно в нашей российской действительности-то, что они будут делать, когда они почувствуют свою полную власть над родителями, над семьями? Это начнётся коррупция, невиданная коррупция. Будут откупаться всеми способами, только не забирайте от меня детей. Что это будет? И сомнений никаких нет. Ну и, наконец, я бы сказал, что ювенальная юстиция разрушает основной принцип общественной жизни. Общественной жизни. Закон даже общественной жизни. Какой этот закон? Этот закон – закон дисциплины и подчинённости в обществе. Именно, что если вы солдату дадите те же права, что и генералу, всё, армия закончена. Если вы сотруднику, рабочему фирму дадите те же права, что и хозяину, всё, фирма лопнула. Если вы дадите любому гражданину права президента, всё, государства нет. Если вы дадите ребёнку не только те же права, что и родителям, а большие даже права, а именно ювенальная юстиция об этом как раз и говорит, это что будет? Слышите? Нарушается основной закон социальной жизни. Это вещи очевидные. Возникает только вопрос. Кому это нужно? Кому это нужно? Древние римляне так и говорили. Кому это выгодно? Что это такое? Кому? Мы об этом не задумываемся, к сожалению. Ещё раз повторяю. Вот та пропаганда, я бы сказал, безнравственности, жестокости, крови и насилия, вот это введение теперь этой ювенальной юстиции, мне кажется, происходит из одного и того же источника. Этот источник – реально существующий сатанизм. Потому что другого вы не можете ответа найти. Зачем показывать эти жестокости, насилие по телевидению? Скажите, зачем? Какому человеку, добропорядочному человеку, это нужно показывать всякие развраты и насилие? Кому это в голову придёт? Никому. Также здесь нарушать устои общественной жизни. Основной закон – кому это придёт в голову? Кому придёт в голову отнимать детей и родителей? Кому? Ясно кому. Один и тот же источник. И это свидетельство очень печальное в каком отношении. Значит, мы приближаемся уже к тому времени, когда действительно должен прийти антихрист. То есть, это величайший злодей и величайший лукавый социальный деятель, гениальнейший социальный деятель, который должен прийти и мрак опустится на нашу бедную землю. Можно ли воспитать детей без наказания? Нельзя! Самое лучшее, замечательное средство – разноздание ребёнка – это оставить его без всяких наказаний. Самое лучшее! Это всё равно, чтобы в огороде посадили что-нибудь, лучок или что-нибудь такое, не пропалывайте! Вы слышите? Нельзя наказывать! Пусть зарастают! Чем угодно! Не трогайте! Что вы! Это я вам скажу, это ювенальная юстиция, это просто буквально изобретение просто дьявола в настоящих! Потому что они прекрасно понимают, да, что самое лучшее средство разноздать человека – это позволить ему делать всё, что он хочет! Результат такого воспитания уже объявлен в Евангелии! И поэтому стоит подумать всем родителям. Чёткие слова Христа прямо! И восстанут дети на родителей, и убьют их! Да! Вы всё позволяете! А ребёнку всё больше! Он растёт! Ему нужно больше денег! Нужно больше развлечений! У вас есть? Ну, продавайте! Продавай своё кольцо! Продавай своё жерелье! Продавай то-то! Ах, нет! Что вы! Дьявольское изобретение! Слава Богу, ещё у нас... Ой, как-то ещё удалось спасти! Прямо было уже на грани! Смотрите, и так вот те места, где сейчас она так функционирует, функционирует, посмотрите под чашу, что делает! Это буквально замучивает человека! Да! Что вы без наказания! Это... Вы представьте себе! Что будет с государством, если оно не будет наказывать преступников? Скажите! Это одно и то же! Один к одному! Если государство не будет наказывать нарушителей закона, что будет? Точно то же самое будет, если и родители не будут наказывать ребёнка! Но, сами понимаете же, что такое наказывать! Можно быть, конечно, зверем и идиотом, но не об этом же идёт речь! Всё можно испортить! Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить! Речь о-то другом! О принципе! Не может жить государство без наказаний! Не может жить и семья без этого! Насчёт ивенальной юстиции, я вам скажу! Не дай бог, если она у нас войдёт! У нас достаточно было органов опеки! И они есть! А это что такое ивенальная юстиция? Это создаётся такой орган, который... который... независим ни от какого закона! Не подсуден никому! Вы слышите? Никому! Никому! Вон у этой нашей Захаровой отняли во Франции там эта дочь! Так обращались и к Миттерану, и к Путину! Ничего! Они выше всех законов! Это для чего такое делается? Зачем это делается? Потом! Подобрали бы всех бомжей! Сколько у нас детей беспризорных! Займитесь ими! Нет! Лезут куда? В семьи! Подчас благополучные! Где дети и родители любят друг друга, но не имеют действительно достаточных материальных средств к существованию! Так займитесь вы этим беспризорными! Или в конечном счёте! Так тогда езжайте на Кавказ, прямо в Чечью, Дагестан, Ингушетия! Начните оттуда! Езжайте туда! Только оттуда вы уже больше не приедете! Вот так! Дорога сец! Яв类 с cyt смотрю! АПЛОДИСМЕНТА ЯGsko! АПЛОДИСМЕНТА ЯGsko! АПЛОДИСМЕНТА ЯГКАЛЮЩЕtar! Продолжение следует...